МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Битва за Ураджаи подходит до финала. В регионе осталось убрать меньше 20% палев. Уступная кампания 2017 так само наближается до завершения. Будучие студенты уже знали свои имены в списках. Оркестр у погонах. Иде подрыхтовка до урочистостей у гонор 20-го дня пограничной группы. Яны змагалися за Радзиму. У Гомеля ушанують память советских партизан от Рада Большавик. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Уборочная кампания выходит на финишную промою. Выник працы аграреу на сёння 82% обмолоченных площадь и 840 тысяч тонн собранного сбожа. По куль кампании на полях протягивается и мониторинг ходу уборочной кампании. На пяре до дни специалисты Гомельского областного объединения профсоюзов выехали у господарки Лельчицкого района. У центра уваги пытание техники безопасности, организации гаражного харчавания и спецобмундирования порцевников уборочной. Подробязности в репортаже Вероники Ворошилиной. Эта операционная раница для кампании Раулельчицкого района распочалась из урочистых веншаванил. Перед проведением мониторинга полевых работ специалисты Гомельского областного объединения профсоюза уручают передвекам жнева, подяги, грошовые премии и подарунки. Улику узнагородженных механизаторы открытых акционерного товарыства Синпольская и Ксупударны. Многие из них мают 20-ти годовый стаж прасы и по 10 сезонов уборки заплячима. Кажуть быть, у передвеков им допомагают створенные комфортные умовы. Обеды нам подвозятся вовремя, два раза получается обеды и ужин. Форму тоже дают вовремя, зарплату вовремя дают. Что еще надо? Все работаем, все обеспечены. Отвозка проблем нет, с соляркой проблем нет, питание двухразовое. Воду привозят спецовую. Все нас устраивает, все работает, все нам нравится. Как доведаться, те отповедают слову передвеков уборочной рычаисности, наша сдымочная группа разом с техничной инспекцией накеровывается с проверкой у коммунальной сельскохозяйственной унитарной предприемства «Ударны». Сегодня оно одно из наибойных в Лельчинском районе. Комбайны на полях задержаны на 100 дня, с самой ранницы и до позднего вечера. Зараз тут убрано больше 70% поселных площадок. Як кажется, кто ест, то и так и працует. А тому механизаторы забеспечены варочным харчеванием и пятной водой. С травы на палетке им привозят двойче на день. На момент нашего визита у обеденном рационе, например, борщ, рыба с бульбанным пюре, компот и булочка. Нараканью на контрорганизации гаража и харчевания тут нема. Профсоюзные инспекторы, отзначаясь, перед початком уборочной в Лельчинском районе имелись опылные пытания по запеспечению работников в спецвопротке. Однако они были худко ликвидованы. Забота о людях, их безопасность, обеспечение питьевой водой, горячим питанием, спецодеждой – все это в зоне ответственности профсоюзов. И не случайно, ведь профсоюзы всегда стояли на защите трудовых прав и интересов трудящихся. В нашем районе налажено, четко налажено сотрудничество между исполнительной властью, нанимателями и профсоюзами. И, наверное, благодаря этому получается и результат. Ведь сегодня у каждого трудностей немало. Но совместная работа, плодотворная работа, она всегда приносит свои результаты. У центра уваги профсоюзных инспекторов без умов на пытание техники безопасности. Спочатку на Мехдвары к супударной ведется проверка часописов, контролю, инструктажов. Затым перемещаемся на зерний сушильный комплекс господарки. За сутки он прямая коля 200-250 тонн сбожа. Тут проходит его першесная очистка и сушка. В ближайшие дни будет увиденную эксплуатацию новый зерний склад. Пытание безопасности працы на этом объекте на первом месте. По технике безопасности проводятся постоянно инструктажи. Есть инструкции, есть инженер по охране труда, который постоянно присутствует. На зернотаку закреплен ответственный главный специалист. И как в дневное время, так и в ночное время. Потому что сушка зерна на сегодняшний день идет круглосуточно. Закреплены специалисты. Все инструктажи первичные, повторные. Все проводится, все на должном уровне. Треба отзначит, у ксупударной створены годные умовы не только для працы. Тут есть утульные помешкания, где можно привести себе аппараток после працанного дня. Або отпочить в вольный час. Однако, по куль аграрам отпочивать неколе. Бо финальную кропку в уборочной кампании треба поставить до конца тыдня. Зараз в Лельчинском районе убрано больше 70% площадью. Намолочено свыше 20 тысяч тонн сбожа. Середняя уроджайна складает 27,5 центнеров с гектара. Меж тым не доводится отпочивать и техничным инспекторам Гомельского областного объединения профсоюзов. С мониторингом полевых работ они будут выезжать у господарки региона и далее. Мы до конца уборочных работ посетим все районы области. Еще раз посмотрим, не мешая уборочным работам. Тему, в первую очередь, то, что сегодня волнует и людей, и техническую инспекцию, это обеспечение спецодеждой, спецобувью, питанием и соблюдением требований охраны труда при выполнении работ. Параллельно мы посмотрим еще вопросы работы студенческих отрядов. В ряде хозяйств сегодня области работают несовершеннолетние. И как организованы вопросы охраны труда с ними, мы это тоже будем смотреть. Оперативно, если будут какие-то нарушения, вмешаться. Опять же, подчеркну, не мешая уборочным работам. Вероника Ворошилина, Сергей Лукашук, телерадио-компания «Гомель» из Лельчицкого района. Уступная кампания 2017 так само наближается до завершения. Сегодня у середних специальных навучальных установок скончилось залечение поступающих с базовой школьной эдукации на позабюджетную форму. Так само сегодня был опошний день приема документов на платную форму навучания для тех, кто имеет огульную, среднюю и профессионально-техническую эдукацию. Между тем, у Гомельской области подали выники уступной кампании у высшейшей навучальной установки. Наталья Каприленко володает под обязанностями. Абитуриенты, залеченные на бюджетную и позабюджетную дзенную форму навучания, уже знали свои имены у список будущих студентов. В НО-региону на дзенную форму навучания за кошт бюджета залечено больше, как 2130 человек. Криху больше за 1120 молодых людей станут студентами-пазабюджетниками. Усе вины в области адрапортовали о полном наборе абитуриентов на бюджетные места. Конкурс по этой форме навучания вагается в залежности от специальностей. Один из самых высоких склаусил в Гомельском техническом университете имя Сухого. По специальности маркетинг 11 человек претендовали на одно бюджетное место. Популярностью корыстались и другие факультеты. В части самой популярной специальности, конечно же, у нас остается эта специальность разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. В этом году был конкурс 5 человек на место. Ну и, соответственно, проходной балл составил 321 балл. По кашику 321 проходный балл по специальности распроцовка и эксплуатация нафтовых и газовых родовищ, что у перевесели у ГДУ имя Франциска Скарины. Как поступить на правознавство, треба было набрать 324 баллы. Централизованное тестирование необходимо было сдать не просто добро, а выдатно. До речи, селета в области 33 абитуриенты отримали максимальные 100 баллов по тестах. Если сравнивать с прошлым годом, это, наверное, немножко поменьше. Потому что в прошлом году было больше 40. Но вместе с тем у нас есть достаточно такие знаковые оценки, как, например, по географии. Это ученик Светлогорской гимназии, он получил 100 баллов. Это первые 100 баллов по географии вообще за историю сдачи географии в нашей республике. Саправдной сенсацией сирот абитуриента у Беларуси стал наш земляк, гимназист-злельчиц Виталь Клявец. Хлопец набрал 395 баллов на уступных испытах у Беларусский Державный Медуниверситет. Это другий выник у ВНУ. На такую грунтовную подрыхтовку до поступления у Виталя пайшло три годы. При поступлении я чувствовал поддержку всех своих родных, близких, учителей, тех, кто за меня болел. Я им очень благодарен. Кончатковые дадены о проценте выпускников, которые поступили в ВНУ, будут вызначены только на початку вересня. По кульве дома больше, как 50% былых школьников отримают студентские билеты. Наталья Капрыленко, Игорь Маришенко. При поддержке Агентства теленавинов. Протягиваем выпуск. Гамельчанам допомогут у пошуку працы. У четверг, 17-го жнивня, отбудется черговый мини-кермаш вакансии. На встречу с представниками предприемств и организацией города запрошают всех, кто жадает працевать, незалежно от стажу и вопыту. Громадяне смогут отримать информацию об часовых и оплатных громадских работах. Нагадаем, управление по праце, занятости и социальной обороне Гомельского ГАРФ и Канкама находится по улице Пролетарской, 18. На ведвольников чекают 17-го жнивня, 10-е годы. Память партизан и подпольщиков у дельников отрада «Больша век» ушануют 19-го жнивня. Каля мемориального комплексу «Партизанская крынишка» с нагоды 76-й годовины створения отрада пройдя митинг-реквием. Память загинувших у годы Великой Чыной войны ушануют представники органов улады, ветеранских организаций и працевных коллективов. Протягнется мероприемство областной музеи военной славы. Тут отбудется сустреча фронтовиков, былых партизан и подпольщиков. Партизанский отрат «Больша век» – первый на территории в области. Он был створен в жнивне 1941 года подчас оборончих боев за Гомель. Бойцы «Больша века» проводили диверсии на Чыгунцы, автомагистралях. Целком парализовали рух судов по РЦСОЖ. Разом с частями «Червоной армии» партизаны удельничали у операции «Багратион». На приконце жнивня у Гомеля пройдут урачистості примиркованная дат 20-годзя пограничной группы. Активный удел у святочных мероприемствах приме оркестр гетага подразделения. Наши корреспонденты побывали на репетиции музыканта у погонах. «Багратион» Не глядяши на строгую форму, я ныне бояться показаться у нейшым навод крыхусмешными. Хоть у дадзеном выпадку, напевно, до месца будзе іншый выраз – веселыми. Военный оркестр Гомельской пограничной группы створены у 1999 годзе. Але до опошнего часу жихары в області яго практично не бачили. Выступление перед насильництвом, калей проходзели, то у основным на програничной территории. Сегодня музыканты пышырают географию своих концертов, изменяется и репертуар. Урешті выступление военного оркестра. Еще один способ створения становчего имиджа пограничников. Непосредственная задача военного оркестра – это, конечно же, обеспечение всех воинских ритуалов. То есть это разводы, строевые смотры. То есть это строевой репертуар, где играются марши. А вторая уже задача – это концертный репертуар. А в концертный репертуар у нас музыка входит всякое. Начиная от классической, джазовой, джазовой эстрадной, популярной песни. У оркестры Гомельской пограничной группы 17 человек, что не дозволяя выполнять складанные элементы строевой подрихтовки. Для пораунения, у оркестра, которые выступают на конкурсах, музыкантов нельзя в пять разов больше. Разом с тем, такая относная не шматлика с никаким чином не отбивается на их должности робить аранжировки и придумывать новые элементы, которые выполняются во время рухи. Если заплановано здесь, то уже в ближайший час оркестр Гомельской пограничной группы станет обовязковым удельником усих основных мероприемств, которые проходят на территории нашей области. Раз, два, три, четыре! Олег Шинсюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадио, компания Гомель. 18-го жнивня будет означаться день здорового харчавания. Круглый стол, просвеченный к этой теме, сегодня провели у Гомельским областным центры гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Рацион у значной ступени вызначает здоровье. Одным из главных наступствов неправильного харчавания заявляется отлустение. А для кого Беларуси покутает 25% насельництва, большая – жанчины. За лишняя вага у свою чаргу выкликает порушение артериального тиска, развитие цукрового диабета. На переддень научного года актуальность так само набывает школьное харчавание. З рациону школьника улепш выключить чипсы и сухарики. А вот салаты сгородины и фрукты повинны быть на столе что день. Здоровье ребенка лежит на его тарелках. Главная наша задача комбината школьного питания – это чтобы ребенок получил полноценное стопроцентное горячее питание. И сладости у нас – это в основном идут фрукты. Ребенок получает яблоки, получает соки всевозможные, апельсины получает в буфете. Он получает то, что полезно – это зефир, пастила и мармелад. То, что содержит пектиновые вещества, которые выводят все вредное из нашего организма. В областном центре обвестили конкурс фотографии «Мой любимый Гомель». Он присвеченный 875 годзю города и будет проходить в формате фотокросс. До отделу запрашают профессийных фотографов и аматоров. Яны смогут зарабить незвычайные фотографии, которые будут связаны с Гомелем обоя Гожихарами. Заявки на отдел примаются до 30-го жнивня. Подробязности можно доведаться на сайте Гарвы Конкама. И опошнее поведомление специалисты городского центра гигиены и эпидемиологии провели мониторных 9 официйных пляжей Гомеля. Порушением санитарных нормов не выявлено. Принято решение об обмене забороны на купание детей и дорослых на пляже Прутковске. При этом не знято обмежевание у дочинения Новобелецкого пляжа. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта вас познайомит Михаил Садовский. Редактор субтитров А.Семкин